Я не стесняюсь ничего. Давай тогда расскажем правду, что в наших лицах. Давай. Я уколола первый свой ботокс в 20 лет. Я через лет 10 хочу сделать подтяжку. Боже, фу, переделанный транс! Ботоксные губы. Почему мы вообще об этом говорим? А давай бухнем. Тему о принятии себя и о красоте без винища не оселить. Ты смотришь на себя в зеркало и кажешься себе толстой. При том, что ты анорексичная, худая. Не пися, не виси меня! Вставай, расстегивай штаны. Давай. Готова ли ты сейчас полностью смыть макияж? Я что, блин, мазохистка или что? Давай спрятай. Максимальное количество комментариев от вас по запросам обсудить тему принятия себя настоящей. Смотрю я вчера твои сторис и вижу, что ты выкладываешь скрин комментов, где тебя называют старой бабкой. И, короче, конечно же, ты эту женщину, которая тебе это написала, разносишь в пух и прах. Делаешь то, что каждому, у кого есть инстаграм, хочется сделать каждый раз, когда его хейтят. Но он не делает, потому что мы не падаем до уровня плинтуса и канализации, потому что мы не можем каждому отвечать, потому что мы бла-бла-бла. А ты берешь и отвечаешь. Там было... Что тебя так задело? Описание ее профиля. Я была хороша в этом сторис. Я была молода. Я была с кучей фильтров. И на бабку старую я вообще не тянула. Я зашла на эту страницу и увидела описание профиля. Я счастливая, я любимая. И вот у меня тут же возник вопрос. Ну как счастливая и любимая может писать подобную вещь? Значит, это неправда. Если бы она написала тебе, что тебе не идет челка или этот зеленый свет, хер бы ты ей ответила. Нет, ты среагировала на старую бабку. На триггер, который уже, ну что говорить, в каждой из нас появился. Подбирается. Десять лет назад мы бы ржали, обсыкали бы колени, даже без фильтров. Но сейчас уже, а, на нас куча фильтров, потом мы реагируем на эти фразы, и они настолько сильно прошибают, что ты выкладываешь это. Я хочу, чтобы здесь не было этой штуки. Оно мне мешает. Вот что ты паришься, ты плохо выглядишь. Я хочу, чтобы на мне был свет. Давай, дайте ей свет. Спасибо. А что, чего ты боишься? Ты выглядишь идеально. Все, вот так я выгляжу лучше. Поехали. Он просто на 15 сантиметров передвигал прибор. 15 сантиметров. Решает. Представь себе, если 15 добавить к 7. Мы сможем показать вот, что было до движения прибора и после движения прибора? Вот что ты, блин, понимаешь? Я хочу, чтобы картинка ожила. Светом можно как убить женщину, так и сделать из нее красавицу. Точно так же, как фотошопом и фильтрами. Поехали. Оленька триггерится на тему того, что ей закидывают какие-то ущербные люди за закрытых аккаунтов, что она бабка старая и не стесняется этого. За что я тебя люблю, уважаю и ценю. Но почему так триггеришься? Я стесняюсь, что я бабка старая. Так в том-то вся и фишка. Когда ты будешь бабкой старой, ты не будешь им отвечать. Сейчас, когда ты великолепно выглядишь и по тебе непонятен твой возраст, ты на это реагируешь. Схерали. Тут дело не в комменте. Меня он никак, если честно, не тронул. Меня, ну как сказать, что оно меня... Задело. Не задело. Разозлило. Да, меня... Нет, нет, нет. Меня... Возмутило. Возмутило. Не возмутило. Еще как-то по-другому давай. Ну что, у нее написано, что она счастливая и любимая. Вот люди, которые счастливы, любимы и принимают себя, никогда не будут писать другим людям гадости и не будут чувствовать потребности кому-то написать плохое. Потому что из нас льется то, чем мы болеем внутри. Так, собственно говоря, любимейшая всеми и заюзанная, затертая дыр тема хейтеров уже же давно привела к тому, что гадости пишут люди, которые себя не любят. Однозначно. Которые живут низкопробной жизнью. И поэтому... Которые ничего в этой жизни не делают. Поэтому наша сегодняшняя тема о принятии себя. Принятии себя. Я сразу хочу задать тебе... Примите себя. Я сразу хочу задать тебе вопрос. Маша, ты себя приняла только честно. Давай сегодня честно. Сегодня я приняла... Потому что я во всех своих интервью рассказываю о том, что как важно принять себя, как важно полюбить. Что я себя приняла, когда я стала взрослее, когда я сложилась как профессионал, когда я смотрю на свои фотографии 25-летней и сегодняшней, и я чувствую себя красивее, и т.д. и т.п. Я все время это говорю. Но это, блядь, неправда. Реально неправда. Полностью неправда. Нет, конечно же, но я до конца себя не приняла. Приняла ли ты себя до конца? До конца нет, конечно, это будет враньем. Нет. Но сегодня я увереннее в себе, чем когда-либо. Однозначно. Но понимаю, что впереди еще долгий путь. Долгий путь. Почему мы вообще об этом говорим? Я возьму эту ответственность на себя и скажу, что когда две суперкрасивые 40-летние женщины разговаривают... А да, я помню тебе не 40, я помню тебе 35 всегда. Мне 23. Ну давай уже 35 для пущей уверенности. Хорошо. Хорошо. Я помню тебе 40 не наступит никогда. Нет, никогда. Я помню. Никогда исполнилась 35, с того момента все пошло в другую сторону. Принимается. Почему мы вообще говорим на эту тему? Потому что есть такое подозрение, что мы все вот это проделываем, тратим очень много денег на себя, потому что мы артистки. Но все забывают, что мы еще и женщины, которые тоже боятся старости. Бояться старости – это означает, что не принимать ту внешность, которую дает тебе сегодня твой возраст. Бояться и не принимать свою внешность ведет прямиком к не очень высокой самооценке. И я думаю, что вот тут и все ядро, откуда у нас популярных на протяжении последних 20 лет женщин. Женщин, которых, ну я не знаю, как тебя, меня в детстве любили, обожали, говорили, что я красавица. Мой муж говорит, что я красавица, несмотря на то, что он меня видел в разном весе и в разных, в разных моих состояниях. Мы не лишены любви зрителя. Мы получаем любви и признаний намного больше, возможно, чем любая смотрящая на нас женщина. Тут надо признать честно. И все равно мы переживаем из-за того, что мы выглядим, и мы вполне с тобой можем говорить, что мы сегодня не принимаем себя до конца. Люди, смотрящие на нас, думают, что мы любим себя, что мы уверенные в себе женщины и что нет у нас комплексов. Мало того, они думают, что мы переделанные женщины. Это то, что меня больше всего бесит. Это меня прям бесит, не оскорбляет, не обижает. А я уже говорила слово бесит. Потому что никто не хочет верить в то, что любовь к себе, воспитываемая любовь к себе, это и есть результат потом на внешности. Все предпочитают жить как бы в собственном каком-то ощущении говняности жизни. Давай тогда расскажем правду, что в наших лицах. Давай. Я могу начать с себя. Я не стесняюсь ничего. Я делаю ботокс. Я тоже. Я делаю ботокс с 23 лет. С 20. Рассказываю, почему. У меня есть морщина гордеца, которая, если бы я... Уже не взял ботокс тебе? Он у меня отошел уже. Я сейчас делаю ботокс раз в 8 месяцев, и он у меня там гуляет. У меня в лице нет вообще ничего. Я не делаю нити. Я не делаю мезотерапию по проблеме. Я бы делала ее, если честно. Мезотерапия – это биоревитализация. Биоревитализация. Папулы, да. Папулы. Они у меня сходят по неделе. Во-первых, у меня нет столько времени. Во-вторых, когда я опухаю после них, и это все не становится на место, у меня еще больше морщин получается. Я этого не делаю. У меня очень крупные черты лица. Если я начну делать гиалуронку, я буду похожа на покусанную пчелами женщину. Когда я прихожу к косметологу первый раз, и она начинает щупать мое лицо и говорит, так а как, а у вас что, ничего в лице-то нет? Я говорю, да. А я думала, вы вся поколота. Даже косметологи думают об этом. Но сказать, что я ничего не делаю с лицом – это будет полная брехня. Чтобы сегодня сесть в кадр, я встала за три часа до того, как выехать из дома. Я сделала массаж лица ручной, серьезный. Тебе кто-то сделал? Да, у меня пришел косметолог. Она сделала мне ручной массаж. Причем ручной массаж я делаю такой, что выдержать его очень тяжело. То есть это глубокое прорабатывание всех мышц. Потом я сделала коллагеновую маску серьезную, дорогущую, такую, которая там процедура стоит под 150 долларов. И вот этим я сегодня сверкаю. И чуть-чуть вытрахала мозг всем по поводу приборов. Правильно? Нет, ну прям. Капусик. Ну капусичек. На полшишечки. Да, на полшишечки. Заниматься собой взрослой женщине абсолютно необходимо. Просто каждый находит себе способ, как он это делает. Есть девочки, которые подсевшие на иглу, и это их право. Я эти лица не люблю. Я их сразу вижу. Это немножечко одутловатые такие лица. Это вот эти вот щеки. Это вот эти вот... Ну про губы не будем говорить, потому что кто-то это делает, кому-то это нравится, мне не нравится. У тебя ничего, ничего, ничего в губах вообще ни капусички. Если вы посмотрите мои фотографии детства и сегодня, мои губы не менялись никогда. Мои скулы не менялись никогда. Но я столько делаю процедур на лице... Ты не боишься их столько делать? Я поддерживаю так свое лицо. Я делаю. А если не делать процедуры? Не знаю, я не пробовала. Но я начала посещать косметолога два года назад. До этого я вообще не была у косметолога никогда. Я не делала маски, я считала, что это дорого. Я когда смотрела прайсы по 200 долларов за процедуру, я думала, что это вообще бред собачий, как на это можно тратить деньги. Но когда я перешла определенный рубеж, я поняла, и я увидела, когда я начала посещать процедуры и смотреть на себя в кадре потом, я поняла, что я не хожу в кадр без процедуры. Проснувшись и как бы макияж нанесла и поплыла. Нет. То есть все, что вы сегодня видите, я к этому готовлюсь часа три. Всегда, перед любой съемкой, даже если это комментарий, блин, каналу по поводу, что вам подарил муж на ваше 23-летие? Круто. У меня все с точностью до наоборот. Так. Нет, мы похожи в том, я уколола первый свой ботокс в 20 лет. Причем это было совершенно как бы мне не нужно, но меня убедили, что так будет круто. Я только начала быть уже звездой, большой звездой. И я его колю. Последние пять лет у меня реально проблема. У меня выработался к ботулотоксину иммунитет, и меня он не берет. Так, и что ты делаешь? Там же есть какой-то ксиамин и дискет. Я колю ксиамин, но меня он уже практически тоже не берет. И отчасти по этой причине... Почему? А ты нервничаешь? Ну, я не знаю, я очень эмоциональный человек. Но отчасти по этой причине я обрезала челку, потому что мой лоб ходит по всему лицу и по всей голове. И отчасти причиной моей челки стала именно эта... А я думала, ты хочешь выглядеть моложе, именно поэтому я отрезала свою челку. И мне, кстати, говорят, что я стала... Я посмотрела на нее, думаю, ой, я прости меня, смотри. Я стала выглядеть моложе, видишь, бонус. Помолодилась. Я себе тоже чикнула. На самом деле, лоб у меня вот так вот, вот так, вот так. А что ты рассказываешь? Дай, показывай. Ну и что? Ну, у меня больше, чем у тебя. У меня больше лоб, чем у тебя. У тебя все больше, чем у меня мозг, душа и грудь. Главное, чтобы писька. Писька должна быть меньше. Как-то мы без слова писька. Писька, писька, писька. И слава богу, у нас нет ее на лице. У нас есть тизер. Я не делаю вообще никогда аппаратные процедуры. Потому что у меня есть большая проблема, от которой я страдаю. Это пигментация на лице. Она появилась около полугода назад. И я буквально проснулась с рябым лицом. Скорее всего, это была... Замазано, замазано. Скорее всего, это была постковидная реакция на гормональную систему. Мне объясняли, что пигментные пятна – это гормональный сбой. Я просто проснулась, как гребаный леопард. И помню, что я рыдала. А давай бухнем. Чуть-чуть. Почему на моем гребаном леопарде ты захотела бухнуть? Потому что я подумала, что тему о принятии себя и о красоте без винища не осилить. Я своего сына на бокс не отдам. Тем более у меня дочка. Все мы верим, что именно этот раз станет настоящим удивлением. Переможец в номинации «Артист року» Фома Михайловский! Он должен быть в его месте! Я! Вот вы бродяги! Вы у нас шоу-бизнес! Ты – это я? Так, а я – это ты! Запихать меня в тело ци… Не, ну там есть свои плюсы. Месса, что ты дивишься? Помоги даме. Добегай. Собака. Денька. 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 Верни мне моё тело, потому что я отрежу тебе найдорожче. Тихи на бороду! Руки присоу, держи! Все хотят в войне? Дорогие мои фанаты, я хочу узнать. Я голосовал за Януковича. И если диво все-таки произошло, остается пристосоваться… Ты должен помочь себе так, как я! Или продолжить борьбу. Сматья, как на седьмом километре. А ты не хочешь закончить вчерашнюю разговор? Адже справжненькое диво завжди и было поруч с нами. Польвая с донькой кличет. Надо вкласти и спать. Ну это… Спи. Семь. 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 Будешь рок слушать, будешь таким, как он. А будешь. Я рэп слушаю. Да то еще лучше. У нас появилась винишка. Давай. Я, кстати, впала в дикий транс. Почему-то именно появление пигментации стало для меня первым, первым, первым настоящим ударом с точки зрения возраста. Я тебе клянусь, до этого времени я ходила и только кайфовала. Я говорила так, мне 42, и мне, блядь, аж оргазм случался от того, что я могу говорить, что мне 42, и все падают в обморок, говорят, да ладно, да боже мой. То есть я кайфовала от того, что я могу смело. И тут вот эта вот вся рябость, подумала, что я старая, и я пошла ко всем косметологам мира, потому что что Оля Полякова делает все аппараты, и мне это точно надо. До этого я вообще ничего не делала. Я делала мезотерапию, у меня папалы очень быстро как раз таки сходят, буквально за несколько часов все исчезает, кожа подтягивается. И вот эта постоянная биоревитализация, конюля, от которой очень больно, но эффективно для меня, мне этого хватало. На аппаратах мне сказали, что мне их нельзя, они активируют пигментацию. Что за глупости? Серьезно. Я хочу пасти фотоомоложение, лазерный генезис, и любые лазерные процедуры удаляют все пигментные пятна. Я приезжаю с моря, если у меня появляется хоть одно пигментное пятнышко, я тут же иду его и таким разрядом пух, и его больше нет. Ну вот видишь, мне сказали, что это ни в коем случае, а косметики смотри, подпудрится, вот подпудрится, Марийка, смотри, сколько всего носит. Послушай, детка, пока у тебя косметичка... А вот сейчас оценила? Да. Лайнер Оли Поляковой. Это мой, да. Пока у тебя косметичка больше, чем аптечка, ты еще молоденькая девочка. А у меня уже одинаковые... Да ладно, не трынди. Я очень люблю таблетки, ты шо? Для витамины, для сосудов, для суставов, для настроения. В общем, верхние губы у меня сделают контур, потому что у меня его нет вообще. Мы все помним твои губы. Ну так подожди, у меня что? Давайте поговорим об этом. Мы все помним губу Маши до того, как у нее появились губы. Ты хочешь сказать, что я сильно изменила губу? Чуть-чуть изменила, но тебе очень идет, и ты красиво сделала. У меня вот эти утки. У меня только по контуру сделан, выложен этот филер, чтобы у меня хоть как-то был контур губ, а не вот этот размазанный блин по лицу. Понимаешь? Да. Измазанный блин по леопардовому лицу, это вообще не секси. Что я сейчас сказала? Ты думала, о чем сейчас? Я посмотрела на себя вот туда вот, и себе понравилось. Просто человек, который думает всегда о себе. В принципе, это все. Больше я ничего не делаю, но если ты сказала, что аппараты можно, я пойду, может быть, и сделаю. Потому что мне нравится, что у тебя оно прям супер подтянуто, а у меня так уже чуть-чуть вниз идет. Это массажи ручные. А, да, массажи я тоже делаю. Те, кто делают уколы красоты, не ботокс. Ботокс это... Вот меня страшно раздражает в интернете, когда люди говорят, вот у нее ботоксные губы. Ребята, если бы чувиха уколола себе губы... Ну да, да, да. Ну мы дадим все эти объяснения, чтобы ботокс... Ботоксин, это препарат, которого на лице не видно, это препарат, который блокирует мимику для того, чтобы лоб не морщился, для того, чтобы вот эти вот гусиные лапки не морщились. Я просто глаза не колю. Не колешь? Не колю глаза. У тебя нет морщин вообще. Рассказываю, почему я не колю глаза, потому что у меня расслабляется нижняя века и вылазят мешки. Мне нельзя, да. Мне можно только колоть лоб. В нижнюю часть лица ботолоксин никогда не колят, поэтому то, что вы говорите, ботоксные губы, это бред. Давайте разберемся, что такое уколы красоты и что такое ботокс. Ботокс это блокада мимических морщин. Вот эти губы, вот эти подбородки, вот эти вот острые такие углы челюсти нижней, это все филлеры. Филлеры ставятся в надкосницу, набирают на себя жидкость, и именно поэтому эти все лица выглядят немножко одутловато, отекше. Потому что это филлеры, которые распирают это все дело и набирают водой. Что делает аппаратная косметология? Она призвана кожу сокращать. И именно поэтому, когда ты сидишь на аппаратах, у тебя тоненький носик, тоненькая часть, у тебя нету никаких вот этих вот штук. Я боюсь, что какая-то все равно зависимость лица от этого. Попробуй не сделать в этом полгода аппараты, чтобы у тебя вот это вот все не поползло вниз, понимаешь, как пенка с молока. Вот я этого ужасно боюсь, что они истончают кожу очень. Почему? За счет чего? Я боюсь, я не делала никогда. Я всегда, перед тем, как ты идешь на коллаген, эпидермис. Перед тем, как делать аппарат, перед тем, как делать аппарат, я всегда узнаю, что он делает, как он влияет. Тебе прям взяли и так и рассказали, честно. Нет, я так подожди, что ли? И ты принесла кучу бабла. И тебя прям скажут, нет, 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 нет. Я не слушаю никого, кто мне рассказывает. А у кого ты спрашиваешь? Я иду в интернет, открываю и читаю. Может, ты еще в интернете и лечишься, Оля? Что делает РФ? Каким образом он влияет на коллаген? Я против термазий. Женщинам с вот этими щечками тоже рассказываю, что они будут выглядеть как 30-летние. И в итоге у нас все поколение Инстаграм имеет одно лицо, одна фильтр маска. Тебе нравится, как я выгляжу? Ты да. Значит, я все делаю правильно. Я не злоупотребляю, первое. Второе, я всегда изучаю вопрос, что такое микротоки. Микротоки сокращают мышцы. Это всегда хорошо. Это типа фитнеса. Конечно, конечно, это механическое воздействие. На микротоки пойду. Ручной массаж. Механическое воздействие на... Больно? Ну, не больно, хорошо, как массаж. Механическое воздействие на лицо. Растягивает кожу. Не надо растягивать кожу. Глубокие массажи делаются таким образом, никто тебе ничего не тянет. Они подтягивают мышцы. Термажи. Ультразвуки. Плохо. Нельзя. Они заваривают белок. После этого вас не возьмет ни один хирург. А я через лет 10 хочу сделать подтяжку. Поэтому я на это не пойду. А я верю, что через 10 лет появятся какие-то процедуры, которые не надо будет отрезать полы лица. И затягивать за уши. Я тебе говорю о том, что я всегда изучаю вопрос, на что действует, каким образом вырабатывается коллаген, сколько надо делать, какие делать перерывы. Вот я, допустим, делаю РФ, я делаю 6 процедур, и я потом полгода его не делаю. Я его не делаю, мое лицо отдыхает. Как же меня это бесит, когда говорят, что мы порезаны. Это переделанная Ефросинина. Фу, Ефросинину не узнать. Вся переделанная. Да, поликлова уже так переделалась, что ее не узнать. А еще, когда ты такой, типа, все, вся накрашенная, холодная королева, вечно в этом мейке, фильтре, в маске, ты им херак себя натуральную. А нет. Боже, фу, переделанный транс. И ты такой, класс, класс, быть натуральной офигенно. Спасибо, что принимаете меня такой. Мы никто никогда не принимаем себя до конца. Да нет, Оля, есть женщины, которые принимают. И поверь мне, да полно женщин. Скажи мне их, назови. Пара, где ты, они идут, он божественно красив, а она очень далека от тех стандартов, которым стремишься ты, например. И у нее все офигенно, он посмотрит не на тебя, а на нее. Мужчины тоже выбирают себе некрасивых партнерш, потому что не считают себя достойными красивых. Оля, есть женщины, далекие от стандартов, которые заходят в комнату, заполняют собой все пространство. Ты видишь, что она красивая, уже через 7 минут общения с ней. Кто это? От нее глаз не оторвать, это уверенность, это высокая самооценка и харизма. Таких не бывает. Бывало. Я не знаю этих женщин, про которых ты говорила, я никогда таких не видела. А ты не смогла назвать имени, значит их не существует. Это неизвестные имена, я встречаю это в компаниях, в суде людей, ну поверь мне. А она внутри вся сжалась, а она внутри не уверена в себе. Мы все абсолютно в мире, где-то не уверены в себе. И детство тут наше ни при чем. Не могли всех недолюбить, не могли всех недохвалить. В чем твоя теория? В том, что общество нас рушит. Нет, я считаю, что наша неуверенность в себе дается нам для роста. Потому что в определенном возрасте... Откуда она возникает? Машенька, ты самая красивая, Машенька, у тебя самые роскошные волосы. Машенька, вот тебе золотая медаль. Не работаю. Тебя любят мама и папа. Не работаю. Тебя любят три мужика одновременно, ты выбираешь одного. Ты выходишь за охуительного мужчину замуж, когда ты в весе 86 килограмм. Он тебе говорит, богиня, откуда эта неуверенность? Откуда? Вот, где ее природа? Смотри, смотри. Ты тогда была не уверена? Да вообще, у меня зеркала были завешаны. А сегодня? Я пошу, Оля, как конь, как и ты над тем, чтобы выглядеть так и на всю страну говорить. У меня лишь только контур для губ сделала. Но тем не менее, и тем не менее, сегодня мы более уверены в себе. Почему? Потому что весь этот путь был нужен для того, чтобы научиться себя любить. Конечно. И когда мне говорят 16-летние девочки в комментариях, как полюбить себя, я могу сказать только одно. Ждать. Работать и ждать. Потому что к 35-40 годам ты складываешься как профессионал. Тебе есть за что себя уважать. Ты делаешь фигуру своей мечты. Если ты делаешь, ты начинаешь себя за это любить. Ты начинаешь делать это все, процедуры, там, я не знаю, не жрать после себя, не бухать, не курить, следить за контуром лица. Тебе есть за что себя уважать. Ты начинаешь себя любить, себя уважать и быть более уверенным. Так не даются ли эти комплексы нам для того, чтобы мы росли? Заострю ситуацию. Острю. Ты не позволишь. Мы сейчас вошли во время новой этики, когда тысяча комментариев, которые подъявятся под нашим с тобой разговором, нас двоих, напомню, женщин, которые держат себя в идеальной форме, следят за своей внешностью, прячут возраст, не хотят стареть и прочее. Нас обрушат адепты новой этики, которые говорят о том, что принимай себя любой. Давай поговорим об этом. То есть сегодня учатся принимать себя в лишнем весе. Кто? Дайте мне имена этих женщин. Плюс сайз моделей. Ну подожди, весь мир моды перешел на плюс сайз моделей. Они красивые по-настоящему. Вот. А они так красивые по-настоящему. Я готова под этим подписаться. Мне нравится, что есть модели с Витилиго. Мне нравится, что есть модели с особенностями физического развития. Мы показываем, что мир наполнен разными людьми. Но мы с тобой сегодня идеализируем тот стандарт, к которому стремимся мы. Это вовсе не означает, что мы плохо относимся или каким-то образом не принимаем те стандарты, которые вам как бы нравятся. Наш главный акцент на том, что если вы себе нравитесь в зеркале и не хотите ничего менять, это и есть принятие себя. А если вам хочется что-то менять, потому что вы себе не нравитесь, меняйте для того, чтобы вам было легче себя принять. Мне очень важно, чтобы эту разницу сегодня услышали. Чтобы это не была популяризация стандартов, от которых потом 16-летние девочки, если они их не достигают, идут, как бы и вены себе вскрывают. Можно я тебе кое-что скажу? Я жалею женщин и люблю мужчин, потому что на них настолько давит общество. Ты не имеешь права быть старой. А до какого-то момента ты не имеешь права, как моя Маша сказала, когда никогда ничего не вовремя. Когда ты не имеешь права сначала быть молодой, потому что тебе все рано. А потом в 25 лет тебе, блядь, все становится нахер поздно. Мне начали писать о том, что мне пора готовиться к земле лет в 27. Господи, блядь. Понимаешь? О том, что куда ты уже, старая корова? Понимаешь, да? Лет в 27. Ёлки-палки. Моё любименькое, как только мне исполнилось 40, наконец-то появилась фраза в любом комментарии, под любым постом. В вашем возрасте уже так не молодятся. Ну, для вашего возраста вы выглядите офигенно. О, какая прекрасная фигура для двоих детей. А не для двоих детей такой живот не норма? Скажи мне, пожалуйста. Зараза, кубик. А не для двоих детей не норма, ваша мать? Красиво. Понимаешь, о чём я говорю? И так во всём. Потому что на нас давит это долбучее общество. Оно от нас требует быть молодыми, красивыми, худыми. Ты делаешь этот живот, потому что от тебя требует общество, а ты сама хочешь в любой момент на любую камеру взять и вот так раскрыться, чтобы, блин, кайфануть сама от себя. Ну ты же это не для общества делаешь, а для себя? Или я ошибаюсь? Я не знаю. Я не знаю. Хорошо, ответь мне. Как ты думаешь, как отвечает среднестатистическая женщина на совершенно спонтанный комплимент в её адрес? Вы офигенно выглядите. Уверена, что она скажет, ой, что вы, я, да это я сейчас плохое платье, ой, я голубы не помыла, ой, я сейчас поправилась. В 95 процентов. Или когда мне Маша говорит о том, как ты худеешь, что я тебе сразу сказала? Ой, да не, что ты, я уже поправилась на 2 килограмма. Да. А другая ситуация, когда мне Маша говорит, как ты такая худая? Я говорю, я худая, это ты худая. Не-не, ну что ты, это худая ты. На что я ей говорю, камон, ты сколько весяшь? Я считаю, что я полнее тебя в 2 раза. А при этом я вешу тебя на 10 килограмм тяжелее. Ну сколько ты весишь? Ну я вешу 67, а ты? 63-4. Ты понимаешь, что у нас с тобой одинаковый рост? Да. У меня очень тонкая кость, у меня не тяжёлая кость. Я вешу на 4 килограмма больше тебя, а ты видишь меня худее. Знаешь почему? Да, я всегда вижу себя толстой, я всегда вижу себя толстой. Потому что это в твоей к башне. Смотри, смотри, какие у меня, вот смотри, какие у тебя тонкие ручки, а у меня здесь плена рабочая. Просто рабочие крестьянские руки, посмотри. А у меня бёдра шире. Это мясо, оно всегда, оно, сука, как китайская стена непробиваемая. Хочу вам сказать о том, что она не видит того, что она худая, анорексичная палка. Она видит себя толстой. Я не могу. Она видит себя, она видит меня худее, чем себя. Я тебя тяжелее на 4 кило, понимаешь? На 4 кило я тебя тяжелее. Ты выше, ты выше. Я такого же роста, как ты, в ноль. Смотри, я же с этим не спорю. Какой у тебя рост? И у меня 180 вес. Сколько ты весишь? 64. А я 67. А хочу 60. А я 67 и считаю себя в идеальном весе. Я согласна с этим, я с этим не спорю. Послушай, мне уже не сложно об этом вообще говорить. То есть ты смотришь на себя в зеркало и кажешься себе толстой. Да. При том, что ты анорексичная, худая. Потому что, во-первых, у меня везде есть мяско, у меня все время торчит животик. У меня все время, мне надо что-то в себя втягивать. Почему? А? Ну такая генетика у меня. Нет, стоп, стоп. Нет, нет, нет. Почему что? Этого нету. Я тебя вижу худой, без животика и с вот такой вот жопой. Вставай, расстегивай штаны. Давай. Ну, и что? Твой животик, мой животик. Вот смотри, домой можно взять? Такой же у меня, как у тебя. Смотри. Смотри. Нет, у тебя только кожа, а у меня мясо. Что ты рассказываешь? Вот у меня позже. Смотри. Смотри. Что? Пожалуйста. Все то же самое. Ну, прекрасно. Так никто и не говорит, что мы с тобой на рексичке. Нормальные, упитанные женщины. Нет, я себя вижу худой, а ты себя видишь толще, чем я. Да. Вот в чем вопрос. А я тебя толще. Ну, так что ты... Что ты хочешь сказать? Я говорю о том, что вся эта х**а у нас в голове. И немножко на боках. А ты не была жирной 20 лет? Нет. Ну ладно, не 20, 10. Не была. Ты всегда с длинными своими худючими ногами. Не х**, сейчас не виси меня. У каждого человека есть свой вес. Это тот вес, при котором ты не особо обжираясь, но и не особо сидя на диете, можешь удерживаться. Так. Какой это вес для тебя? Если я не буду сидеть на режиме, я не сижу на диетах, я ем, но я не ем определенный набор еды, от которой я поправляюсь. Это будет где-то, ну, блин, мне сейчас сложно сказать, я думаю, что это будет где-то килограмм под 70. Под 70 килограмм, потому что для меня, ну вот я просто признаюсь в том, что я не сижу на диетах, не ограничиваю себя ни в чем. Ночью пожрать можешь? Да, я жру по ночам, я хожу в Макдональдс, я ем неправильную еду, я могу съесть пасту на ночь. Я все это делаю, и для меня это тоже 70 килограмм. И понимаю, что это мой нормальный вес, природный вес. Природный вес. Чтобы быть в такой вот форме, как я, мне приходится делать какие-то вещи, но я не сильно, если честно, страдаю. Перехотелось курагу? Ну, скажи мне, пожалуйста, а ты в какой-то передаче сказала о том, что у тебя есть булимия? Была, да. А что ты делала? Ну, я, она у меня поставлена мне психотерапевт, но я объедалась. Булимия – это когда ты заедаешь любое свое тревожное состояние. Любую грусть, любую апатию, а у булимиков она прогрессирует, ты заедаешь едой. То есть ты себя либо едой пачкаешь, либо наказываешь. Многие идут, возвращают. Да поскольку я сцикло, я боялась. Я хочу признаться, я не страдаю булимией, но если я пережираю… Ты можешь вырвать еду. Я еду и вырываю еду. Почему? Нахер она мне нужна. Ну, это же ужасно вредно. Да. Я не знала. Но я не считаю, что у меня булимия. А если это происходит системно у тебя, то это признаки булимия? Это не происходит системно, это происходит только тогда, когда мне нужен какой-то дедлайн, я не должна поправиться к этому времени, а я объелась. Объедаешься почему? Хочется? Не, ну как, я знаю, что когда ты объедаешься, ты жрешь все. Да, и не насыщаешься. Нет, у меня не такая история. Это если я пошла в ресторан, съела пиццу, съела пасту, съела потом еще десерты, вот я с таким полным желудком, а завтра мне идти снимать взрослых девочек, то я, конечно, это верну. Офигеть. Если этого нет, если мне не нужно похудеть к дедлайну, я этого не делаю. Это булимия или нет? Я не знаю, Олечка. Я тебе серьезно говорю, я боюсь доставить такие диагнозы, я не знаю, но в любом случае это ненормально. Это же психическое отклонение, психологическое отклонение, психологическое заболевание, анорексия и булимия. То людей, у которых нет этой проблемы, они, зная, что им завтра идти сниматься в взрослых девочках, просто не будут объедаться. Таких людей не существует. Это очень сильные люди. Это Маша Ефросинина, она одна, давайте ей похлопаем. Я вчера, накануне съемки взрослых девочек, сидела, блин, в ресторане с известной моделью Аллой Костремичевой, которая ест... Алла, прости меня, пожалуйста, но извини, ради бога, но она ест так. И в это 40-килограммовое тело это все входит... Ну подожди, сколько ей лет? Я не знаю, сколько ей лет, но я впервые видела, чтобы супер-мега худой человек съедал столько. Котик, пусть поживет еще 8 лет. Слушай, я набираюсь 16. Мы посмотрим. Да, ты просто склонна. Я очень склонна. Я тоже не склонна к полноте. Но тот вес, в котором... Я ела, короче, вчера. Я наелась так, что сегодня, блин, у меня даже патчи не срабатывают. Я наелась и, кстати, не рыгала вчера. Так что это не булимия. Я тоже не склонна к полноте. Но мой вес природный чуть выше, чем я себе нравлюсь. Но чуть выше. Это примерно 3-4 килограмма. И вот этот баланс... Ну вот для чего ты его держишь? Чтобы себе нравиться в кадре. Конечно. И я вам скажу. Я всегда девчонкам... Я же марафоны провожу на ПП. Продаем про рыгание. Я ничего не говорила. Но теперь вы знаете. А вот. Так я всегда говорю, что худенькие девочки выглядят всегда моложе, чем выглядят оверсайз. Как бы вы себя не любили в любом виде, женщина 30... Вот когда ты 20-летняя, ты можешь быть пышкой. Это красиво. Ты красивая, молодая, там нет возраста. Но когда тебе 35 и больше, полненькие будут всегда выглядеть старше, чем худенькие. Это правда. Кстати, о птичках. Я когда стала петь круто, я стала здоровее. Да? Дыхание? Нет. Ослабление горловой чакры. А как её расслабить? Научи. Петь начинай. Класс. А чё? Это как раз моё. Я общение. Ну слушай, ты же можешь не записывать это, не выставлять в инстаграм. Пой дома. Но вообще, вот эти все зажимы, они лечатся пением. Я вдруг сейчас поняла, что когда я стала много зарабатывать, я стала более уверенная в себе. Конечно. Напрямую. Это напрямую. И в общении с людьми, и отсечении токсичных людей, и прочее. Когда ты независим, ты принимаешь себя гораздо быстрее и лучше. Да. Игра. Декольте или мини-юбка? Мини-юбка. Декольте. Что ты врёшь? Я никогда тебя в декольте не видела. А в мини-юбке? И в мини-юбке видела? Подожди, есть декольте. Было? Нет, надо было так вот. Сейчас покажем фотки моего декольте. Но у меня такого нет, как у тебя. Всё есть. Нет. Подложи поролон, и будет всё. Ты знаешь как? Четыре салфетки из рулона. Ух! Что ты врёшь? Я видела тебя в липчике. У тебя там ни салфетки, ни поролон не лежит. Всё красиво стоит. Докажи, сколько я подкладываю каждый концерт. Сколько я подкладываю бумажек. Расскажи про эти силиконовые штуки, которые мы покупаем тебе в интимиссии. Ты шо? Ты хорошо, а мне зачем? Я не пою про шлёпки. Я сижу себе в футболочке, в спортивном лифчике. Ну так бы было хорошо. Так, давай дальше. Строгий брючный костюм или платье со стразами? Платье со стразами. Строгий брючный костюм кочешно. Нет, ну смотри куда, подожди, ну смотри куда, платье со стразами я одеваю. Это прямая ассоциация, не важно. А, костюм, костюм, да. Но она артистка, я серьёзная женщина. В каком месте серьёзная женщина? Ну я больше всего провожу времени в костюмах, конечно. А ты в платьях со стразами. Стильный лук оверсайз или то, что выгодно подчеркнёт фигуру? Стильный лук оверсайз. Я очень люблю спортивные костюмы. В жизни ношу только их. Я сижу в её куртке Баленсиага. Да, и она оверсайз. Да. Она дала мне надеть куртку Баленсиага. Да. Потому что моя белая футболочка была засрана нашими операторами, что нельзя сидеть в белом. И Оля, как настоящая подруга, дала свой оверсайз. Но когда я была молода... Спасибо, что я ответила. Ну ничего, Омочек, давай. Я носила только обтягивающие шлюшатские платья. И, кстати, я к ним вернулась. Кстати, я сейчас тоже люблю иногда. Видно. Я такое взяла, чтобы было дома. Я, кстати, хотела тебе это платье подарить. Мне кажется, оно в твоём стиле. Я после передачи тебе его отдам. Ты его достала из какого-то чулана или что? Я тебе покажу, кто это. Давай. Это грузинская дизайнер. Это Нака, я знаю. Это моё платье. Это я тебе его отдам. Хорошо. Тебе будет в нём очень хорошо. Спасибо, Оля. Ты жмишь, да. Ты всё приноси, всё приноси. Вот это закроться и сидеть с таким... Да уже не такая я. С таким лицом сидеть. Вот это вообще так. Блин, вот этими штуками я так и работаю. Ты такой чуришь. Сюда тоже аппараты, да? Да, ты не помнишь. Я к тебе всё время с такой нежностью в этой программе. Ты меня всё время вот просто чморишь. Я тебя обожаю. Чморишь меня. Ты тебя обожаю. Комфортная домашняя одежда или сексуальный пенью ар? Комфортная домашняя одежда, ибо долгий брак. Но если бы у меня появился новый партнёр, я бы ходила голая. Можно не отвечать? Нет, уж отвечай. Комфортная домашняя одежда. Потому что у неё долгий брак. Носите мэш, потому что у меня бренд домашней одежды. А если бы у тебя была новая семья, ты бы как ходила? Я не хочу новую семью, но мы с мужем придумываем иногда приключения, где я одеваю секси тряпочки. А что, ты покупаешь их где? В секс-шопе? Нет. А где? Ну, в этих магазинах. Красивый пеньюар, прозрачный, всякий. А ты не ходишь? А в секс-шопе у тебя нет? У меня есть костюм горничный. У меня тоже есть горничный. У меня есть костюм сестры. Я надела один раз костюм горничный. Алло, Тимурка, надо поговорить. Я надела костюм горничный. Он заржал? А что, ты, может, его наоборот надела? Я зашла. Он думал, блядь, чему-то я его веселю. Знаешь, может быть, конкурсы сейчас будут? Достань из горничной венечек для смахивания пыли. А я именно такая горничная. Он как заржёт. Бухнул. Тухина в тоненькой шпильке или удобный устойчивый капу? Удобный устойчивый красава! Я перестала. Ну, смотря куда. Блин, ну в жизни устойчивый каблук. А на сцену это шпилька. Ну, у меня нет, потому что я же... Давай, 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 давай. Там удобный устойчивый каблук. Я иногда на шпилечке могу. Цак-цак-цак-цак-цак. Купальник слитный или раздельный? Конечно, раздельный с таким животом. Конечно, слитный с таким животом. У тебя охуенно, блядь, живот. Я видела её животом. Она меня бьёт. Она худая. Меня бьёт поликом. У неё нет целлюлита вообще. У неё... Иди в жопу, не так всё. Так, не так. У меня есть отдельные купальники. Ты когда залезла ко мне в баню, она лезла вот так вот ко мне, и у меня перед лицом была её жопа. Идеальная, бесцеллюлитная жопа, сучка ты. Ладно, приеду к тебе, голенькая. Хорошо. Вернёмся к ещё одной интересной парадоксальной штуке, когда идеальная в жизни артистка, идеальная, без изъянов, я считаю, фотошопит себя настолько, что фаны, конечно же, когда это увидели, даже сами подохерели. Есть две фотки, где она с певцом, как бы в его инстаграме, и в своём, с этим же певцом, и разница просто колоссальная. Я не знаю вообще, как они это всё допустили, но это для неё чистая подстава, для нас повод порассуждать. Как ты думаешь, зачем идеальная внешность делает из себя такой вот фотошоп-робот? Потому что мы находимся в плену идеальной инстаграм-красоты. Если бы она себя принимала на 100%, то этого бы не было. Но поскольку она себя не принимает, она всегда себя фотошопит. И в своём инстаграме, и все фотографии, которые выходят, она себя фотошопит. Почему? Я не могу это понять. Ну, наверное, потому что есть причины, какие-то триггеры в её жизни, которые не позволяют ей принять себя на 100%. Хорошо, зачем ты делаешь фейс-ап на своих фотографиях? Ну, у тебя же меняется лицо, блядь. Ну, у тебя же оно меняется, идеальное лицо. Я рассказываю. Мы все это видим. Я рассказываю, почему. Я зависима от комплиментов. Всё в моей жизни обусловлено похвалой. Я должна получить аплодисменты. Я должна получить хорошие комментарии. Это моя психологическая проблема, с которой я наконец-то стала работать психотерапевтом, потому что я её поняла. Я нахожусь в постоянном чувстве тревоги и в постоянном желании получить одобрение. Собирая стотысячные залы, Оля. Да. Представь себе, вот тебе и вопрос, когда люди не могут принять себя, не обладая и долей моих талантов и успехов. А тут такая личность. И при этом я тоже зависима. Вот этого. Почему я пеку хлеба, делаю сыры, делаю, накрываю на столы, выпрыгиваю с трусов, когда приходят ко мне мои гости? Потому что я хочу быть самой лучшей, самой невероятной, чтобы я носила звание лучшей хозяйки, лучшей жены, лучшей матери, лучшей певицы, самой красивой, самой лучшей, самой сексуальной. И, конечно же, когда мне под моими отфотошопленными фотографиями пишут, богиня, ты выглядишь на восемнадцать, лучше нету, богическая красота, я получаю то, чего мне психологически не хватает. Я в этом признаюсь. Но потом эти люди, которые хотят быть похожими на тебя, любят тебя, и которых ты учишь принятию себя, видят тебя в жизни, видят, что ты очень красива, но немного по-другому выглядишь, что они будут думать? Видят тебя во взрослых девочках, тут мы фильтры не накладываем, тут мы классный свет выставляем, это правда. Но ты все равно показываешь себя реальную. Ты тут не права, потому что в своем инстаграме я показываю себя разной. Я и без майкапа выхожу, я выхожу в прямые эфиры вообще без фильтров. Блин, вот нет. Вот все полевидение я вообще выходила без всяких фильтров. По-разному. Если я в каком-то виде, я могу обработать чуть-чуть фоточку. То есть если ты недовольна тем, как ты выглядишь сегодня, ты обрабатываешь. А если довольна, не обрабатываешь. Если честно, фото всегда обрабатываю немножко. Хочется просто идеального. Хочется идеального, я зависима от комментариев. И тебе не важно, что там половина комментариев будет «фу, фотошоп!» Это же тоже не комплименты. Я их удаляю. За что вот ее реально можно обожать? Это за эту феноменальную честность. Блин, это просто капец. Я не знаю больше таких людей, которые бы так честно отвечали. Никто, ни одного комментария про фотошоп никогда не бывает. На самом деле твоя честность, она обезоруживает. Даже если сейчас кто-то что-то напишет, ну и все, и куда. И что будет, ты уже во всем этом призналась. Ты знаешь, я о том говорю хочу. К чему я все это рассказываю? Я говорю о том, что вообще людей, которые принимают себя на 100%, я уверена, что их не существует. Я не оправдываю в данном случае. Я бы хотела, чтобы все люди себя принимали, в том числе и я, и ты, и все мы. Но, блин, почему-то, наверное, это невозможно. Почему-то мы все находимся в плену идеальной картинки, в плену стереотипов и в плену комментариев. Потому что если ты выставишь себя с животиком, с целлюлитом, с морщинами, с неприятной плечоской... Типа ты ведь такой натуральный, потому что вы же люди хотите этого. Ты столько получишь в свой адрес хейта и говна. Мы будем откровенными. Да к нахрена я что, блин, мазохистка или что? И эта смелость, она чревата. Потому что каждый человек в соцсетях, который защищен анонимностью, придет к тебе и выплеснет тебе все, что он думает. А если ты выставишь идеальную картинку, ну что он напишет, что ты жирная старая? Ну ты же там не жирная и не старая. Ты же там идеальная. И вот поэтому мы все это делаем. Все. Ты способна сейчас снять с себя и показать, как ты выглядишь без фильтров и как с фильтрами? Какой ты фильтр любишь? Такой, который делает меня идеальной. Вот так я выгляжу без фильтра, но под хорошим светом. А вот мой любимый фильтр, вот этот, который называется Natural Tan. Это там, где у меня идеальная кожа. А мне не нравится он, это не Natural Tan. Вообще не меняются черты лица. То есть слово совсем, как мне кажется. И вот так вот я выгляжу со своим любимым фильтром. И с ним я, кстати, могу выходить и без мейка. Ты делаешь фото? Да, я сохраняю это себе и ты сохрани. Сохранила? Да. Сейчас я еще в FaceUp это все дело. Наржались мы с тобой сегодня, офигеть. Просто не могу. Потек макияж. Ну слушай, не все можно, не обо всем мы можем говорить легко и с юмором. Ну мы в сложные темы заходим. Я пытаюсь все время подумать. Знаешь, что предугадать? Как может реагировать на это наша зрительница? Она хочет поржать, если честно. Накладывается ли это на ее жизнь? Не всегда. Не всегда. Она хочет поржать по факту. Но когда она, например, начинает, о чем мы всегда просим, пожалуйста, высказывайте ваше мнение на заданную тему в комментах, чтобы мы понимали, каких женщин больше у нас, сознательных, плывущих по течению, слушающих, что им говорят, внеблющих или имеющих какое-то свое противоположное мнение. Потому что мне хочется, чтобы мы сильно отличались от этого бесконечного вот этого помойства срача. мы превращались в какой-то женский форум, который интересно вам же будет читать, делать для себя какие-то выводы, менять свои жизни. Потому что мы говорим достаточно противоречивые темы. Как ты думаешь, ответили ли мы на вопрос о том, что принять себя легко? Принять себя совершенно нелегко, но учиться надо. И не переживайте. Если у вас это не получается в 20, в 25 и даже в 30 лет, это, как говорят наши психоаналитики, нормально. Оля, я вполне понимаю, что то, что я предложу тебе сейчас, может быть даже сложнее, чем позвонить мужьям, предложить им массаж с хэппи-эндом. Но я сделаю это, чтобы нас понимали, что мы всегда к концу программы готовы к экспериментам. Готовы ли ты сейчас полностью смыть макияж? У меня там сегодня важное мероприятие. Я тоже так всегда говорю, когда не хочу смывать макияж. Не, правда, я же еду на время. То есть поэтому? Ну, давай. Готова? Конечно. А в мероприятие? Ну что, накражусь по-новому. Ну подожди, подожди, подожди. Я не готова была к мероприятию. Может, не надо? Смываем? А ты готова? Да, я готова, конечно. Ну-ка давай, вон, кран пошли. Нет, подожди, у меня есть смывка. Нет, я водой умываюсь. У меня смывка. Давай смывай. И что, будет у нас это конкурс, кто лучше выглядит? Кто херовее выглядит? Единственное, чего у меня нет вообще, это бровей. Надо глаза смывать маслянистой штучкой, но у меня ее сейчас нет. А я просто мою мылом и водой. Ну, не мылом, а... Не хозяйственным, надеюсь? Нет, ну вот этим таким, который с мывкой. Оно нифига поры не очищает, Оля. Да что ты там выдумываешь? Я все знаю. Думаешь, только ты знаешь все про аппаратики и про все вот этот коллагеновый. Боже, прекрасно. Ой, зачем мы это делаем? Боже, боже. Что тут такого? Сколько у тебя мейк стоит? Дорогой? 200 долларов. Ну вот. Вот 200 долларов коту по хвост пошли, видишь? Вот 200 долларов. Господи, боже. У меня занимает около двух часов вечером, чтобы это все смыть. Вот так не смывайте, должна быть еще пенка, молочко, глина, которая достанет все из пор. Ну что, я все. Смотри, ты как будто бы, блин, точно надо пойти на твой массаж и микротоки. А у меня ощущение, что в меня плеснули кислотой. Я именно такая, чуть покраснела. У тебя ресницы на клашне. Оля, привет! Маша. Ольчик. Можете написать нам, что мы страшные, старые, уродливые. А нам ***, потому что мы себе нравимся. Кстати говоря, вот так вот сделать я бы, может быть, несколько лет назад и не смогла бы. Поэтому, сана смолая, взрослые девочки рулят. Взрослые девочки совершают взрослые поступки. Как в сухую землю. 200-200. Как с куста. Давайте еще попросим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова ЖИТath Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова